Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Вероника Иванова. Сколько доплатят молодым преподавателям колледжей, выгодно ли ходить в отпуск зимой и чем удивляет пилонный спорт? Об этом и не только сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупный порыв на теплотрассе устраняют в Дзержинском районе. Авария произошла вчера вечером на улице Промышленной. В результате без отопления осталось 162 здания, в том числе 9 детских учреждений. Аварийные работы усложняет морозная погода. Уже в первые часы после порыва подрядчики заменили 8-метровый отрезок поврежденной трубы и восстановили отопление в 41 многоквартирном доме. Ремонтные работы лично контролирует мэр Анатолий Локоть. С нуля часов сегодняшнего дня началось заполнение магистральной сети по улице Промышленная, потому что давление просили, необходимо было трассу подпитать и поставить на циркуляцию. В 2.45 работы эти были завершены и трасса была поставлена на циркуляцию. После этого донатили фонограмму управляющим компаниям по подключению уже потребителей. То есть на 8 утра 41 многоквартирный дом уже был подключен, 52 находились в работе. Заканчиваются сварочные работы и трасса будет поставлена под заполнение. Сейчас плотно работаем с СГК, с тем, чтобы режимы все выдерживались, температурная плавность переходов всех, чтобы соблюдалось, чтобы нигде ничего не порвать. Надо пройти период низких температур, а дальше без аварии, потому что подъедема, конечно, они всегда дорого даются. Холодная погода в городе сохраняется. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных проблемах с машинами. В морозы часто происходят аварийные остановки автомобилей, например, из-за перемерзания топлива. Владельцам рекомендуют тщательно готовиться к поездкам в холодную погоду. В условиях аномально низких температур водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, электропроводки и заряда аккумулятора. Необходимо быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. В целях безопасности своей и пассажиров не стоит выезжать за пределы города. В случае, если поездка неизбежна, следует проверить техническое состояние автомобиля и запас топлива. Также необходимо взять с собой все необходимые для мелкосрочного ремонта и теплую одежду. Перед поездкой лучше сообщить родным и близким о маршруте и времени возвращения. Осень. Время платить налоги. У вас в собственности квартира, дом, земельный участок или машина? Пришла пора платить имущественные налоги. Узнайте о начислениях из почтовых налоговых уведомлений или онлайн. Не позднее 1 декабря платите транспортный и земельный налог. Налог на имущество. Платить налоги легко. Продолжаем выпуск. Молодые преподаватели информатики в колледжах будут получать доплату 15 тысяч рублей. На такую финансовую поддержку могут рассчитывать специалисты со стажем работы до трех лет. В Министерстве цифрового развития уверены, это поможет оставить молодых педагогов в сфере образования, а студенты получат самые актуальные знания от вчерашних выпускников. В глобальных сетях также применяются усилители, это устройства, функция которых по факту просто повысить мощность сигнала. При подготовке пакета документов на поддержку отрасли мы в первую очередь, конечно, приоритет отдавали вопросам образования. У нас есть уже меры приняты по поддержке учителей информатики, по поддержке программ доп. образования и поддержка преподавателей в колледжах. Это доплата ежемесячная преподавателям, которые выпустились не более чем три года назад из учебного заведения. Есть проблема, когда молодые кадры, которые могут оставаться на кафедрах преподавать, молодые выпускники, после выпуска уходят все-таки работать в IT-компании. Стаж второй год. Преподаю сразу после выпуска из этого же учебного заведения. Предложили после выпуска остаться здесь. В целом других вариантов на тот момент не было. Решил посвятить себя педагогике. На отбавки для молодых педагогов? Да, чувствуется. Я не думаю, что преподаватели будут отказываться в целом от таких мер поддержки. Они всегда будут более в пользу, нежели во вред идти. Если мы говорим о молодых преподавателях, которые только закончили образовательную организацию, их процент небольшой по сравнению с более опытными преподавателями. Мы поддерживаем уже 30 преподавателей. Мы будем подстраиваться под потребности, будем увеличивать объем финансирования. Мы рассчитываем, что эта мера продлится и дальше. Сейчас год точно будут выплаты осуществляться. И к другим темам. Брать отпуск в первый же месяц года не рекомендуют аналитики рынка труда. Особенно тем, кто работает на окладе. Это невыгодно. Если сотрудник отдыхает в январе, он получит отпускными меньше, чем мог бы получить с зарплатой. Все потому, что в январе будет всего 17 рабочих дней и стоимость каждого выше, чем в другие месяцы. Стоимость в январе рабочего дня всегда самая высокая в году. Поэтому с финансовой точки зрения, наверное, все-таки не очень будет правильно использовать отпуск в январе. Если уж хочется продлить новогодние праздники, более экономически выгодно это будет сделать в декабре. То есть накануне, например, за неделю до Нового года взять ежегодный оплачиваемый отпуск. И поскольку декабрь у нас месяц не сокращенный, нерабочих праздничных дней у нас нет, стоимость одного рабочего дня будет не такая высокая. И с финансовой точки зрения отпуск в этом месяце будет, наверное, более привлекательным для сотрудников. К другим темам. Больше тысячи встреч, консультаций, соревнований и концертов проведут в первые 10 дней декабря. В декаду инвалидов будут работать горячие линии в службах соцзащиты, в пенсионном фонде. Операторы расскажут о всех видах льгот и социальной поддержки. Для людей с ограничениями по здоровью в некоторых компаниях начнут действовать скидки на товары для реабилитации, медпомощь, лекарства, в том числе в муниципальной оптичной сети. Особое внимание уделят вопросам трудоустройства инвалидов. Инновации этого года. Вопрос связан с социальным сертификатом по трудоустройству. То есть инвалиды могут выбрать общественную организацию, которая поможет им трудоустроиться. Такой комплекс мер и вот во всей Бельской области в этом году вступил в этот проект. Поэтому тема занятости населения лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет особое значение. Детям-сиротам, пережившим насилие, помогут в новом ресурсном центре. Он откроется в учреждении «Жемчужина» на Ватутина-30. При этом психологи и социальные педагоги будут использовать в своей работе современное мультисенсорное оборудование. Этот центр помощи – часть большого проекта «Насилию нет». Его реализуют за счет гранта, который выиграл благотворительный фонд в памяти Володи Женова. Могут обращаться замещающие родители, которые, например, понимают, какого ребенка они воспитывают. И понимая это, осознавая сложности и необходимости выравнивания тяжелого психологического бэкграунда, обращаться к специалистам, возможно, это и ребятишки, которые ровно так же хотят обратиться и могут делать это и в анонимном режиме. Мы считаем, что здесь благополучателей очень много, и это очень важно. Ну и, конечно, задача укрепления роли семьи. Каждый человек должен знать, что у него есть с помощью обратиться. Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги. Потому что это позволяет экономить время, все функции собраны в одном месте, а работа построена так, как это удобно вам. Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома, и вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД, задолженности по имущественному и транспортным налогам, записать ребенка в детский сад или назначить приему врача. Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС. Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации, расположенных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство и доступ ко всем услугам портала, включая получение загранпаспорта и регистрацию авто, а также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы и порталом Пенсионного фонда России. Госуслуги. Проще, чем кажется. И о культурных событиях. В Всероссийске фестивале конкурс камерных спектаклей «Один, два, три» продолжается в эти дни в Новосибирске. В программе театральные работы в разных жанрах от артистов нашего города, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Омска. Накануне на сцене первого театра представили моноспектакль под названием «Лис Пис». Это пронзительная история о дружбе мальчика и лисенка в сложные военные времена. Я знаю, что мы с ним единое целое. Вообще наш спектакль рассчитан на подростков, но несмотря на то, что это наша основная и целевая аудитория, этот спектакль подходит зрителям любого возраста и рассчитан он на тех, кто готов что-то воспринимать с открытым сердцем и приходит в театр не развлекаться и расслабляться, и просто приятно проводить досуг, а что-то узнавать о себе, о человеке, что-то искать, исследовать, какие-то свои больные точки позволять нам задевать. Одна из самых попадающих зрителей тем – это тема мира. Это не первый мой спектакль в обстоятельствах военных действий, потому что я до этого в Новосибирске ставила спектакль «Воин», и в смысле тематики они очень сильно перекликаются и имеют общий посыл того, что нужно созидать. Подростки мне ближе тем, что они более остро все воспринимают и не готовы мириться с тем, что их не устраивает. Если они чего-то не понимают, им, ну вот, хоть ты убей, надо в этом разобраться. И я такая же, и спектакли мои такие же. И буду ждать, когда я приду, чтобы снова бросить солдатикам. Доволнительно всегда в другом городе выступает, потому что много всегда сюрпризов появляется, много неожиданностей, какие-то новые штуки находятся. А главное, в разных частях России очень разные зрители. В Новосибирске вообще ни разу в жизни не было, и мне очень интересно, какие тут люди, как они будут реагировать на то, о чем я с ними буду сегодня общаться, о чем мы будем общаться. Значит, все правильно, значит, мы приехали в лес просто с тобой поиграть. И к другим новостям. Новосибирцы готовятся к престижным соревнованиям в Москве и первенству региона по пилонному спорту. У этого направления есть федерации более чем в полусотни стран. В России спортивный пилон официально признали в прошлом году, причем этому способствовали новосибирские спортсменки, в честь которых уже называют сложные элементы. Команда «Аврора Реалити» готовится к Кубку Федерации пилонного спорта России. Исполняет акробатические и гимнастические элементы. Здесь важна грация, артистизм, чистота исполнения и техника. У нас на самом деле такой очень интересный, эффектный вид спорта. Соревновательная программа состоит не только из упражнений на пилоне, а также из хореографии тоже. Чем сложнее хореография, на самом деле, тем лучше. Пилонного спорта я занималась фигурным катанием. Я очень люблю воздух, тем, что можно работать на высоте. Вот это меня увлекло. Моя мама тоже занималась. Мы бросили художественную гимнастику и не знали, куда пойти. И пошли вот сюда. У меня растяжка больше стала, гибкость лучше. Я начала хорошо стянуть стопы. Дарина, подскажите, с чего нужно начать, прежде чем приступить к тренировке? Обязательно безопасность. Мы берем спирт, берем тряпочку и протираем. Это для того, чтобы не скользить. Отлично. Попробуем. Так, это вот так по всей поверхности. Можно так, да. И прям хорошо протираем. Для чего пилоны некоторые крутятся в динамике, а некоторые в статике? Для чего? На статике исполняются крутки на статичном пилоне, обязательные элементы. На динамике исполняются элементы именно во вращении. Чем лучше динамика и интенсивность на пилоне, тем выше, естественно, спортсменная оценка. Вот такое средство. И он наносит совсем чуть-чуть, чуть подсушивает руки, и чтобы руки не потели. Шаг правой ногой, левую. Такое делаем замах. Это должно быть красиво. Отлично. Вот так? Да. Чем ближе мы прижимаемся к пилону, к примеру, замах, тем я снизу закручиваюсь. А чем дальше от него, тем крутимся медленнее. Один из базовых элементов в пилонном спорте, который подходит для начинающих стульчиков, для этого необходимо схватиться одной рукой чуть выше, оттолкнуться и сделать вид, чтобы сидеть на стульчике. И вот так вот, таким образом закручивается. О, немножко аж голова закружилась. Но это нормально. Своё мастерство пилонисты покажут 14-15 января в Москве. А дальше уже местные соревнования на чемпионате первенства в Новосибирской области. Ну а быть в курсе последних событий поможет частота 101,4 FM. Слушать можно и в умных колонках. Просто попросите Алису включить радио «Городская волна». Новости от наших коллег для вас каждые полчаса. А на сайте nsknews.info читайте, что удивило ведущих шоу о путешествиях по России Романа Каграманова и Тимура Родригеса в нашем городе. Шоу снимали летом. Смотрите новосибирские новости также на платформах Дзен и Рутюб. На этом всё. Наш выпуск завершён. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова